Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение нового персонажа, нового персонажа для моего канала, Олечку Баракову, которая достаточно длительное время ничего особого не творила и не вытворяла, хотя прошлые заслуги, скажем так, в кавычках, заслуги у нее огромны, конечно, но вот в последнее время она притихла и ничего такого интересненького не выдавала. Но вот Ольга сказала потрясающую историю, как она сбежала с ужасной яхты. Но обо всем по порядку, как всегда уточняю, что мое видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Давайте, наверное, парочку слов о том, кто же такая Оленька Буракова. Я ее буду называть Оленькой, потому что она сама себя так величает. Не Ольга, а именно Оленька, хотя Оленьке уже 39 лет, но как она сама пишет в своем инстаграме, она цветочек, да. Так вот, Оленька жила в Питере, пока не выиграла грин-карту. С этой грин-картой Оленька поехала в Нью-Йорк покорять Америку. Работала визуальным мерчендайзером, то есть оформляла витрины различных магазинов и параллельно пилила видосики на Ютуб. Оленька, конечно, была событием Ютуба, потому что она одна из первых, кто начала вести Ютуб очень давно, лет 7-8, если не больше назад. И именно Оленька выдавала нам трэш-консент, то есть Лена Ланги неравнокурит в сторонке от того, что выдавала Оленька. Во-первых, она не просто, к примеру, как Лена рассказывала про свои свидания, а весьма с интимными подробностями. Оленька частенько снимала себя в одном бельишке, в томных позах. Опять же, для Ютуба того времени это было событие. Дальше Оленька написала эротический роман, да, и все желающие могли его скачать. И, кстати, этот роман до сих пор можно найти на просторах интернет. Как известно, интернет ничего не забывает. Хотя Оленька все подчистила, она теперь не такая. Дальше, что делала Оленька? Оленька преследовала знаменитостей. На форумах частенько писала негативные отзывы о женах-невестах этих знаменитостей. Что, мол, вот эти жены-невесты не идут ни в какое сравнение с ней, с красавицей, с Оленькой. Даже кого-то она поджидала у дома. Да, то есть фанатка такая уровня Бока, которая готова была сидеть под дверями и поджидать свою любимую звезду. И на Ютубе у себя она тоже часто намекала и рассказывала, что даже одна знаменитость, один певец посвятил ей песню. И вообще у нее столько историй, столько встреч со знаменитыми людьми. Именно по этой причине, то есть чтобы влиться в эту всю тусовку, Оленька пошла сниматься в фильмах. Ну как сниматься? В массовке. Дальше Оленька очень экономила на питании, но зато регулярно на все деньги, на всю зарплату покупала себе брендовое платьюшко. И вообще основная тема у нее была, где бы купить брендовые трусики, платьюшко, неважно. И вообще, если женщина не носит брендовое платьюшко, то она вроде как и не женщина. И всю зарплату при этом Оленька отдавала на это платье и была в постоянном минусе. Хотелось ей очень лакшери жизни, но вынуждена она была снимать комнатушку в Груклине, если я не ошибаюсь. Дальше Оленька познакомилась с мужчиной, намного старше себя. Переехала в Лос-Анджелес, опять же, если не путай город. Вместе с ним снимала нам видосики, откровенно рассказывая про их жизнь. Ну и разошлись они с этим мужчиной, потому что он не купил Оленьке машину. В конечном итоге не вынесла Оленька тягот жизни в Америке и вернулась в Россию. Как только она вернулась в Россию, она начала выпускать ролики, где хайла последними словами эту проклятую Америку. Ах да, чуть не забыла, Оленька еще в середине вот этого своего американского пути успела съездить в Россию и сделать себе ринопластику. Кстати, пока она была в Америке, она хайла Россию. Как только вернулась в Россию, начала хаять Америку. Дальше я Оленьку потеряла из вида, она перестала творить и вытворять на Ютубе. И вновь я начала следить за ней в Инстаграм. Буквально полгода назад Оленька действительно преобразилась, она похудела. Она получила дополнительное образование в сегменте диетологии, нутрициологии. Даже я не знаю, образование ли это полноценно, либо это можно назвать скорее курсами. В общем, в любом случае Оленька подучилась, стала дамой более серьезной. Она купила квартиру, непонятно опять же, какая там собственность, ее ли это квартира. В общем, неважно сейчас для нашего рассказа. В квартире она в этой не проживает, а проживает с любимым мужчиной. И Оленька стала выпускать, как горячие пирожки, просто один за другим курсы. В основном курсы по похудению. Но, кроме похудения, Ольга решила делать Оленька, простите, деньги на всем. В том числе, у нее есть замечательный курс, как избавиться от молочницы. Да, несмотря на то, что Оленька ни разу не является врачом, она запилила курс, как избавиться от молочницы. И активненько его продавала. Но, я бы даже не снимала это видео, если бы не эпичная поездка Оленьки, которая состоялась буквально вчера на Мальдивы. Оленька полетела на Мальдивы, решила устроить себя в своих сторис, как она теперь обычно любит это делать. Целый сериал. Догадайтесь, куда я полечу. А вот смотрите, я подлетаю. А я подлетела. Сейчас я вам расскажу шок-контент-историю. В итоге выясняется шок-контент-история. Оленьке не понравилось на яхте. Минута молчания сверчки. Сейчас объясню. Оленька сознательно за свои денюжки приобрела тур на яхте. Тур по дайвингу. В такой тур люди едут заниматься в основном дайвингом. И все прекрасно понимают, какие условия жизни на яхте. Яхта это не полноценная квартира. Каюты там меньше, душ там меньше. Все в ограниченном пространстве. Плюс, пока ты находишься в море, океане, естественно, что возле тебя нет бутиков. Нет продуктовых магазинов и многих других развлечений. Когда ты на это подписываешься, ты это понимаешь. Но Оленька была в шоке. Оленька плакала. Оленька рыдала. Оленька обвиняла всех просто организаторов, что они проклятые люди. Потому что, во-первых, Оленька не любит дайвинг. Во-вторых, Оленька обнаружила, что ее огромный чемодан невозможно полностью разложить в ее каюте. О том, что на яхту берут определенные сумки мягкие, которые помещаются легко в эти открывающиеся шкафы, Оленька, естественно, не слышала. Она думала, яхта это что? Простите. Ай, девочки, я в таком шоке. От того, что Оленька в шоке, то есть она чего ожидала? Вот вы бы поехали, если вы не занимаетесь дайвингом. Вас укачивает, к примеру. Вы не любите ограниченное пространство. А яхта, опять же, повторюсь, это ограниченное пространство. Это не круизный лаймер. Так вот, сознательно заплатив за вот это вот все, Оленька потом в сутки рыдает дайвинг. Она не любит чемодан, не влез. И вообще, смотрите, какой коврик ужасный. Здесь постелили. А Оленька-то ехала на лакшери яхту. В итоге Оленька стрепала нервы всем. А ехали они вместе с другой супружеской парой. Их выкинули. Ладно, высадили, не будем говорить, выкинули. Высадили по пути следования этой яхты на землю. И Оленьке удалось арендовать бунгало. И представляете, там есть полноценная кровать. Там есть два душа. Оленька счастлива. А вот до того, как ты вылетаешь и сознательно покупаешь тур на яхту, тур с дайвингом, ты об этом как, не думаешь? В общем, Оленька, в счастье, она сбежала с лакшери яхты. Я такого еще не слышала. Поэтому вот, если Оленька дальше так будет творить и вытворять, то она рискует тоже прописаться на моем канале. И знаете, какой я сделала вывод? Оленька-то не изменилась с того времени, как она творила и вытворяла всякую дичь на своем YouTube-канале. Нет, просто поменялась тема. Когда ты на регулярной основе рассказываешь про диетологию и прочее, очень сложно творить трэш. То есть, ты не показываешь свою личную жизнь и выглядишь вполне себе нормальной. Как только дошло до реальных обстоятельств, мы вот увидели, кто такая Оленька, ее ожидания. Пишите, нравится ли вам такой персонаж. Интересно ли было посмотреть, послушать на моем канале. Всем спасибо. Всем пока.